Меня зовут Принцесса Кауру Накамару из Японии. В 1976 году у меня был просто фантастический духовный опыт. С тех самых пор мой третий глаз открылся. И я имела возможность общаться с людьми на расстоянии, а также с теми, кто живет внутри Земли. Внутри Земли есть также высокоразвитая цивилизация. В особенности с главными, кто представляет цивилизацию внутри нашей Земли, я могу с ними общаться. Основываясь на всей этой информации, что я получил от них, и что я знаю, в 2012 году, 22 числа декабря, и дальше, три дня, мы совершим переход в пятое измерение, наша Земля. Есть одно место, так называемое, Нурли, мы проходим через него. Три дня и три ночи мы не сможем использовать никакие электрические приборы. Мы будем находиться в полнейшей темноте. Не будет ни солнца, ни звезд, никакого света. Будет полная темнота. Не будет никаких средств массовой информации. Никто не будет ничего говорить людям на этой планете на протяжении трех дней. Так называемые скрытые управленцы в наших правительствах, они об этом знают, и они стараются себя сохранить. Одни из них стараются скрыться с этой планеты, а другие стараются закопаться глубоко в этой планету, вниз, под землю. Свои катакомбы они копают в Норвегии, Голландии, Швейцарии, Австралии. Около десяти тысяч людей, так называемая элита, они могут там находиться и пытаться сохраниться под землей. Но я не думаю, что они в безопасности в любом случае. Мы должны очистить свое духовное существо, находиться в очищенном духовном состоянии, что важно духовно и физически. И я вам расскажу, как это делать. И это очень важно. Всемогущий Бог, Творец Всего Сущего, Он представляет собой любовь, свет и энергию. Часть этой энергии любви мы имеем в своем сердце. Мы можем лгать и говорить неправду другим людям, но мы не можем лгать себе. Это я бы назвал осознанием. Каждое человеческое существо имеет эту прекрасную часть Творца в себе. И эта часть, часть нашей Души, она именно реинкарнирует дальше. Это как своеобразный вечный поводырь, который мы имеем в себе внутри. Это значит, что каждых пять лет, с того момента, как мы рождены были, мы можем смотреть назад и с помощью нашего сознания оценивать, как мы себя вели, как мы реагировали на те и другие моменты в жизни, что мы делали. И все эти моменты нашей жизни могут быть очищены нашим взглядом на них, изменением нашего отношения к ним, каждых пять лет, проходя и смотря назад. И как только мы находим что-то в нашей жизни, что мы сделали не так, что мы кого-то обидели, мы это осознаем, мы глубоко вдыхаем, мы это принимаем, и тем самым этот негатив из нас выходит. И этот золотой свет в этот момент в нас входит. И так, таким образом происходит очищение. И так, делая определенным образом, смотря на все наши пережитые моменты, дойдя до декабря 22-го 2012-го года, мы сможем приготовить нашу душу и очистить ее. физически мы тоже можем подготовить и очистить наше тело. И прежде всего, мы не должны пить пиво в баночках и соки в баночках. Алюминий сам по себе, он очень вреден для нашего тела. Мы просто не знаем это, и весь это, всю эту отраву засовываемся в наше тело. И, зная вот это все, мы можем применять определенные техники очищения, чтобы очистить наше тело, также применяя духовную, духовные практики, очищать наше духовное состояние. В конечном итоге, мы, как человеческое существо, представляем собой свет и любовь. Потому что вот эта часть Творца присутствует в нашем сердце, и эта часть как раз реинкарнирует. Оставляя наше тело здесь, на земле, куда оно принадлежит, наш дух продолжает свое путешествие. Наш дух продолжает дальше жить. На этой земле я могу помнить мою жизнь несколько тысяч лет назад на этой планете, включая самые разнообразные части этой планеты, где я жила раньше. И все эти воспоминания приходят ко мне каждый раз, и я могу говорить на языках, которые я никогда не изучала. И то, что я переживала, я теперь считаю, что теория об реинкарнации совершенно правильная. все, кто будет слушать эту конференцию, в принципе, все они могут быть сохранены. И люди, большинство очень сильно разделены в своих познаниях. Правила людей есть, которые не верят в эту концепцию, другая часть людей в эту концепцию не верят. и они очень глубоко этим разделены между собой. И особенно все эти люди, которые не верят в реинкарнацию и не верят в то, что они жили и будут жить опять. Они находятся в очень глубоком и темном духовном состоянии. Они будут рождены опять на эту планету, но в таком измерении, где будет война, где будет жестокость, и где будет вся эта несправедливость. Они будут рождены на этой планете, но в другом измерении. Я считаю, что мы с вами уже готовы и мы можем уже заканчивать нашу конференцию. То, что она говорит, правда или нет? В любом случае, что мы можем по этому поводу делать? Если это правда, от этого не убежать. Итак, почему бы нам не постараться полюбить снова, даже если это правда или нет? Другие люди тоже об этом говорили. Это будет 30 часов кромешной тьмы. И даже в мгновение ока. И многие будут спать на протяжении этого времени. эти три дня и три ночи действительно пугают тебя. И если так, то ты знаешь, над чем тебе надо работать. Верь в себе и творение. Люби себя в других. Помни, ты дух, переживающий тело, а не тело, переживающий дух. проснитесь, и человечество может объединиться. И это начинается с вас. Мы все живем на этой планете вместе. Спасибо.